Завод «Автотор» сумел возобновить производство после многомесячного простоя. Об этом журналистам заявил глава Калининградской области Антон Алиханов. По словам чиновника, с предприятием заключили контракты сразу трое китайских автопроизводителей. Не назвав их, Алиханов уверил, что в ходе тестовой сборки сделано несколько сотен машин, а до конца года заводской конвейер покинут до двух тысяч автомобилей. В следующем году калининградская площадка соберёт до сотни тысяч машин, хотя прежде «Автотор» ежегодно давал вдвое большие объёмы. При этом в Калининграде умудряются сохранять втайне, какие модели будут выпускать. Один из партнёров известен — это китайская автомобилестроительная корпорация BAIC, которая пыталась прорваться на российский рынок минимум дважды — в 2011 и 2016 годах. Причём наиболее вероятный кандидат на сборку в Калининграде — седанчик Sinova D50, когда-то даже был сертифицирован. Кроме того, «Автотор» готовит электромобиль собственной разработки. Рабочее название трёхметрового микро-хэтчбэка — «Янтарь». И ещё одна новость о выживающих заводах. Как известно, кроме площадок в Тольятти и Ижевске, «АвтоВАЗ» теперь курирует бывший завод «Ниссана», перешедший в собственность Федерального института НАМИ. Поскольку японцы имеют право обратного выкупа предприятия в течение шести лет, то привлечь сюда нового инвестора невозможно, и перезапускать завод придётся своими силами. Следовательно, собирать будут иномарки — вероятно, китайские. В интервью каналу «Россия-24» Максим Соколов сообщил, что переговоры с иностранными партнёрами идут, и договорённости ожидаются в январе-феврале. А уже 21 декабря Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили «Ниссановский завод» и огласили план. Конвейер заработает во второй половине 2023 года, а выпускать он будет модели сегментов «С» и «Д», включая кроссоверы и седаны под брендом «Лада». В свою очередь, другая промышленная группа — «Соллерс» — выкупила долю «Мазды» в совместном заводе, который с 2012 года собирал японские автомобили в порту Владивостока и двигатели к ним. Как и анонсировалось, сделку закрыли за 1 евро. Но «Мазда» тоже оставила себе опцион на право обратного выкупа. Правда, в течение всего лишь трёх лет. Попутно переименовано «Юрлицо» — «Мазда Соллерс Монуфэктюринг Круз» теперь называется «автомобильные индустриальные технологии». Чем конкретно займётся «Остановленный завод» пока не ясно. Напомним, что ещё летом этой площадкой интересовались китайские «Чири» и «Джи Ли». «КРАБАНЦЕМ МОЛО FlА terrorism» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...